Музыка Запел по-новому. В Саратове взялись за родники. Обещают сделать все 25, которые расположены на Кумысной поляне. Этим летом открыли родник поющий. Он уже много лет находится на 10-й дачной. В природном парке Кумысная поляна. А сейчас его благоустроили. Здесь сделали бетонные плиты, основание источника, а также инженерно-техническую систему. Оштукатурили и покрасили стены. В общем, провели целый комплекс работ по благоустройству. На открытии присутствовали жители и чиновники. После приветственных слов они взялись за стаканы. Вкусно. Холодно и вкусно. Отремонтировали родник по поручению главы региона Романа Бусургина. По словам старожилов, природный источник здесь давно. Раньше это был желоб и колода. А сейчас целый комплекс. Когда очищали каптаж, там было много мусора вывезено. Здесь не только обустроили сам родник, но еще и каптаж за этим ограждением. У нас еженедельно уборку мусора проводят государственные учреждения, кумысная поляна, которые проводят работу по уборке мусора. Но хотелось бы, чтобы жители забирали все с собой. Весь мусор, который, в общем-то, чтобы не оставляли здесь. Чистота должна быть. Пусть этот родник тоже будет хорошим примером для жителей, для наших. За питьевой водой сюда съезжаются со всего Саратова. Многие местные жители пьют ее только из родника. Говорят, вода чистая, вкусная и не требует дополнительной фильтрации. Раньше же не было воды городской. Все-все шли сюда. Часами сидели вот отсюда и туда вечером на Кромысле ведра ведрами носили воду. Эта вода у нас была поильща. Может быть, у дедов коровы были там, наровцы. А сейчас это для полива, для бани водичку. Мы ухаживаем за родником. Уже третий раз ремонтируем мы его, этот родник. Так что хотелось бы лучше, чтобы люди, которые приезжают, лучше бы ухаживали. Не сорили очень много мусора. Такие родники вокруг нас и с каждым годом все лучше и лучше выстраиваются. Красота. Вы с этой водой что делаете? Как часто приходите сюда? В неделю раз это точно. Дети привозят мне на машине эту водичку. И пьем мы ее просто как великолепную минеральную воду. Эффект замечательный. Какой эффект? Эффект оздоровительный. Бодрость, здоровье. А другую воду, если сравнить, с краной? Ну, это никакого сравнения нет. Во-первых, это натурально все. Никакой хлорки. Замечательно. Мы очень довольны. В рамках соглашения Министерства природных ресурсов и экологии области с вузами за родником закреплена Саратовская консерватория. Силами студентов здесь регулярно проводятся субботники. Сейчас местные жители просят еще и благоустроить подъезд к роднику. Кроме поющего, работы велись на роднике лечебном. Он расположен у автовокзала. Здесь заново отстроили территорию родника. Строители установили опорную стенку и желоб для стока воды. Забетонировали площадку вблизи источника. Вывезли мусор, срубили дикие кустарники, расширили дорогу. Здесь уже месяц делал. Здесь были сложности в выборе грунта. Сначала вручную выбирали, потом технику. Сначала техника не могла проехать. Потом техникой расчистили дорогу сюда подъезд и загнали бобкой. Быстренько выбрали грунт и уже приступили к основным работам. Уложили подушку песчаную, щебеночную. Залили бетон высокой марки 350, чтобы для наружной среды он хорошо работает. И, соответственно, уже поставили с кирпича стеллу. Сейчас оббиваем сетку железную, чтобы далее уложить природный камень. Он будет дольше держаться. Как бы наружная среда здесь влияние очень сильное природное. Как мороза, так и жары. Все работы заняли ровно месяц. С начала августа родник торжественно открыли. Территорию вокруг тоже благоустроили. Здесь появились лавочки. Можно отдохнуть после дороги. Ведь путь сюда не близкий. Подниматься надо в гору. Мы ходим здесь постоянно уже год. Муж мой, мы переехали сюда. Нам очень тут нравится. Место шикарное. Прямо уголок природы. Прямо очень-очень все нравится. А вода? Вода вообще бесподобная. У нас тоже есть свое колодец во дворе. Но здесь намного лучше. Она мягкая. Прямо хорошая вода. Очень нравится. Мы прям несколько раз в неделю ходим. А вот говорят, что она какая-то целебная или лечебная? Да, она целебная. Ее пьешь и прям чувствуешь себя лучше. Она мягкая. В чем прям это? Умывается. Все люди, которые тут живут все время, говорят, что она серебро. Мы в это верим. А название этого родника решили оставить прежним. В народе он лечебный из-за целебных свойств воды. Люди действительно считают, что за месяц, за два, если пить эту воду, то можно вылететь, очистить почки, печень очищается. Ну, как такая лечебная действительно вода. Сделали мы анализы. Действительно. Мы наняли лабораторию СНПЗ. Они нам сделали анализы этой воды. Действительно, вода очень нейтральная по показателям и по железу, и по нитратам, и по хлоридам. И присутствует содержание серебра. Из-за этого, наверное, идет очищение организма. Сейчас это будет действительно место отдыха. Здесь будут и лавочки, будет вот эта подпорная красивая стенка из природного камня. Ну, и место сами видите, какое красивое. Действительно, в лесу вот так отдохнуть, прийти, набрать воды. В этом году мы открываем уже второй родник. Он заново, скажем так, обустроенный. Буквально месяц назад мы с вами открывали родник Пающий. Это у нас на 10-й дачный. Это уже 14-й по счету у нас за последние 2-3 года, скажем так. Всего их у нас 25 родников на территории Кумысной поляны. Все мы будем их обустраивать. Продолжим работу и в последующие годы. Все родники у нас посещаемы населением. Все это прекрасно знают. Люди приходят для того, чтобы отдохнуть, насладиться природой. Ну, и, конечно, набрать чистой, холодной, полезной родниковой воды. И мы в следующем году продолжим обустройство. Есть уже тут у нас планы. На улице Шелковичный есть родник. В общем-то, будем еще подбирать, набирать родники, которые нам необходимо обустроить в первую очередь. А так, я еще раз говорю, все 25 мы их обустроим и будем проводить текущий ремонт, чтобы они у нас всегда были в надлежащем, скажем так, санитарном состоянии. Изменились в этом году не только родники. На Кумысной поляне обновили и беседки. Сотрудники лесхоза облагородили площадку возле детского лагеря «Березка». Здесь появилась новая беседка для отдыха. Ее сделали за три дня из сосны. Для того, чтобы создать более комфортные условия для наших жителей, в общем-то, такие места благоустраиваются. И вот здесь еще в 2009 году были установлены беседки, более 10 беседок, порядка 15, наверное, беседок здесь. Ну, ежегодно мы проводим их текущий ремонт. И, в общем-то, в этом году планируем провести замену тех беседок, которые, в общем-то, уже, скажем так, отслужили свой срок и находятся в ветхом состоянии. Вот три беседки уже установлено. Вернее, третья сегодня устанавливается. Планируем заменить порядка 10 беседок в этом году. По объему материала уходит около куба обрезного леса, кубометра. Срок изготовления – около недели, скажем так, до недели. Это мы сделали, честно говоря, за три дня. Ну, ускоренные сроки, да. Ну, работали с утра до ночи. Изготавливают наши сотрудники, вот именно они и собирают. Наши столеры, белорамщики напилили сначала материал в доску, потом собрали беседку. У нас она не первая, уже люди научены. Чертежи есть, все есть, как бы не составляет труда. Вот, пожалуйста, беседка готова. В планах в этой зеленой зоне заменить 10 деревянных конструкций. Отдыхать можно будет круглосуточно, но без разведения огня рядом. Из-за режима повышенной пожарной опасности с ранней весны жарить шашлыки нельзя. Тем, кто ослушается, грозят огромные штрафы. Екатерина Сулейманова, Олег Буланов. Спецпроект «Саратов-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова